Все, братве, салам, остальным соболезны, на связи Цезарь. Мужики, выходит новый ролик, очень много комментариев, как делать такую же гитаршу, как у меня и так далее. Достаточно много есть роликов на ютубе о том, как сделать нормальную графику и тому подобное, но раз вы просите, я покажу их, сделанный именно у меня. Ролик будет короткий, но информативный, поэтому я решил сделать его максимально маленьким, не буду много говорить в начале ролика, просто, мужики, поставьте лайк, напишите комментарий, и на этом спасибо. Также я забыл вам про конкурс. В прошлом ролике я разыграл 250 тысяч на сервере Манжессик РП, победители вас на экране. Для участия в этом ролике, в котором уже буду разыгрывать 300 тысяч, нужно поставить лайк, написать комментарий через трех слов, подписаться на канал и поставить колокольчик. Напомню, что сыграем на проекте Манжессик РП, в этим и промокод Цезарь, который даст вам приятный бонус, стою на лидерке ФМов на пятом сервере. Всех жду, переходим к ролику. В общем, мужики, сразу прием к настройкам, начало открываем панель Nvidia. Тут что мы можем поменять? Я сделал свое разрешение классное, вот, 1340 на 1080, объясняю, как можно подобрать разрешение. Ну, допустим, если у вас нормальный ПК, я бы на вашем месте поставил 1440 на 1080, ну, потому что максимально удобное разрешение, оно не сильно режет графику, пикселей и так далее. Если у вас комп послабее, можно поставить что-то поменять, например, вот такие настройки. То есть, как бы, все зависит от вашего ПК, ну, и как вам по кайф играть. Пусть мне вот удобно играть 1340 на 1080. Вот, получается, у нас это разрешение, мы разобрались. Далее, заходим в управление параметрами 3D. Программные настройки, здесь добавляем в GTA. Что тут можем настроить? Входим в экран FPS. Если вас фрезит, можете поставить, то есть, включено, и там можно поставить сколько вы хотите кадров в себе зафрезить. Например, в моем случае я поставил себе 144, потому что у меня 144 Гц. Если у вас, допустим, 60 Гц, и слабый ПК, можете поставить здесь 60. Вот. Дальше, шейдеры. Советую выключать, они ждут FPS. Переходим ниже. Сглаживание тоже все нахуй вырубаем. Если, опять же, у вас низкий FPS, вы хотите его увеличить. Ну, и вот это все, в принципе, можете вырубать. Ну, и фильтрацию текстур качества тоже можете сделать на высокопроизводительность. Ну, все зависит, опять же, от вашего ПК. Хотите больше FPS, вырубайте. Думаю, тут все понятно. Далее, может зайти фильтры, вот это вот, Alt F3, но у меня ничего не стоит, поэтому думаю, показать бесполезно. Если хотите, можете поставить. Теперь переходим к саму GTA. Частый вопрос, как поставить такую же карту, там, эффекты, вот этот вот курсор на мини-мапе и так далее. Это все стоит у меня Redux BH, который Collapse Devilish, его можно купить за 1000 рублей в нашем Дискорде. Он добавляет FPS, то есть он много чего урезает. Короче, заебает FPS, но весит он 30 гигабайт, сразу говорю. Поэтому там очень много фиксов. Если хотите покупать, если нет, то не покупайте, дело ваше. Никаких мини-стрифт, там, вот этих фильтров и так далее, туда-сюда. Вот, заходим в настройки, получается, заходим в график. Полный экран. Здесь оставлю свое классное разрешение, которое идет чуть ранее в NVIDIA. Формат 5х4, потому что мне так удобно играть. Частота обновления 144 Гц. FXA можно вырубить, не знаю, железам FPS или нет, никогда не проверял. MSA, он живет FPS, но я оставлю, чтобы у него была чуть красивее картинка. Если вы хотите нормальный FPS, вырубайте. NVIDIA TXA вообще не знаю, что такое. Вертикально с ним играется, так же вырубаем. Потому что у вас из-за нее было скользить мышка, ну, короче, не советую. Это все выкручиваем на минимум, потому что это особо не нужно. В шейдере также делаем стандарт. Тени вырубаем. Че далее, я покажу, как вырубить тени. Качество отражения стандарт. MSA для отражения стандарт. Качество воды стандарт. Качество частиц, так же стандарт. Ну, в принципе, все стандарт. Можно вырубить, можно вырубить. Не знаю, ни ка не замечал, чтобы она жрала FPS. Дальше, в шейдере, также делаем стандарт. Тисуляцию делаем стандарт. Полезные функции, по-моему, поэтому, ну, на ваше усмотрение. Теперь переходим к тому, как вырубить тени. Заходим в документы. XTAR Games, GTA 5, Settings. Далее, нажимаем в рамках мыши и изменяем. Далее, находим вкладку Shadow Quality. Вот здесь вот у вас стоит, по идее, единичка, двойка, тройка. То есть, единичка это стандартный, там, что-то. Второе, это высокое. Третье, это, ну, чуть выше. Не особо помню. Здесь ставим нолик, чтобы не было теней. По идее, должно у Ultra Shadow стоять True. Меняем на False. Вот так же меняем на False. Тут выкручиваем на 0. В принципе, короче, все связанное с Shadow я бы вообще на вашем месте вырубил на 0. Ну, на этом, как бы, в принципе, настройка закончена. Я на роде побеженок, и на за дороги нет. О, черт. О, черт.